Надо будет вот это дело допить. Я не собираюсь оставлять это дело так, на произвол судьбы. Мы идем на тренировку, и тренировка, как всегда, полтора часа. Давай. Вот так. Вот. Да, чтобы пальцы не стереть, вот этих полупальчиков. От слез до плача бежит удача, а кто и в горе смеется, тому все удается. Ну, вот какая-то такая поговорочка есть. Всем доброе утро, девочки мои. Вышла я на улицу, иду в магазин. Одела новый сарафанчик, решила выгулять его. Такой вот, я не знаю, как вам его показать. Будет возможность, покажу, в общем. И все. Вчера была целый день занята у меня вчера посылочку, распаковочка была с примерочкой. Увидите Грандсток. Сарафанчик мне один, другой, халатик, туничка. В пластельном комплекте, кто не видел, посмотрите. Ой, вчера было пасмурно, было не жарко, было хорошо. И я в сплит почти не включала, вечером чуть-чуть только. А сегодня у нас уже все. Дожди прошли, опять же, а? Уже 30 градусов сегодня будет, или 32, даже в днем будет. Вот. Выгулять решила этот сарафанчик. Думаю, пройдусь, посмотрю по ощущениям, что... Потому что здесь на поясе есть резиночка. И вот эту резиночку, я думаю, наверное, я отпарю. Хотя тут еще и поясочек есть. Резиночка. Она пришита сверху. Хорошо, что она не вшита. Ее можно просто взять и с порой убрать. Вот. Ну, а сейчас пойду я в магазинчик продуктиков накуплю. Чтобы уже из дома потом не вылазить днем. Вечером мне нужно будет Настю отвезти на тренировку, собрать в садика. Так что, что будет дальше, вы знаете позже. Все, девочки, пришла я с магазина. И вот хочу я вам сказать. Вот такую скумбрию, которую я брала, пресервы, очень мне понравилась. Я взяла еще и с удовольствием поем. Мне нравится, что она не копченая. Очень такая классная, вкусная. Взяла, девочки, тан. Ну, я думаю, вы, наверное, догадываетесь, для чего взяла тан, колбаску. Все остальное у меня есть. Хочу сделать окрошку. Скорее всего, завтра, потому что на сегодня у меня еще есть, что покушать. Ну, и также на окрошку зелень взяла. Завтра у меня, Настя, вечером будет. Я взяла, чтобы были сосиски. Рыбу она не ест. Рагу она не ест. В общем, много чего не ест. Масло взяла. Вот такое масло я стала брать, девочки, 82,5. До этого брала там 70 с чем-то, голубая наклейка. Но последний раз голубая наклейка, масло прям крошилось. Невозможно было на хлеб намазать. А вот это прям такое. Ну, пока попользуюсь вот этим маслом. Взяла творог, девочки. Давно не брала творог. Ну, средний, 5% нежирный, не обезжиренный. У меня там есть еще сметана, йогурт. В общем, покушаем творожка. Вот Настя просила, чтобы я купила ей вот это вот печенье овсяное с изюмчиком. Очень она его любит. Для Насти я его купила. Ну, и хлеб отрубной. Обычно я всегда беру такой, аютинский отрубной хлеб. Но все на сегодня больше покупать ничего не планирую. И готовить не планирую. Это все будем готовить уже, наверное, завтра. Сегодня вряд ли буду что-то готовить. Ну, что, девочки, вышла я опять из дома. Я вообще сегодня не планировала особо ничего делать, ничего снимать. Потому что вчера я сделала очень много дел. Обычное такое количество дел делаю 2-3 дня. Ну, вот вчера мне нужно было закончить одно видео, снять другое видео, смонтировать, его оформить полностью, закончить. Помимо этого еще кое-какие дела. И, в общем, я вчера допоздна, прям уже из последних сил, думаю, ну, надо еще это сделать, еще это сделать, чтобы уже на завтра ничего не оставлять. И, в общем, уже отползла в постель, уснула. Ну, и проснулась сегодня, ну, как обычно, полшестого. Рано. Ну, по крайней мере, у меня никаких таких важных дел не оставалось. Ну, единственное, в магазин вот сходила. Пришла домой, включила сплит. И вот лежала, отдыхала. Чуть-чуть там на часик сдремнула даже. Прям легче стало. А то прям глаза слепались. Сейчас иду за Настей. Настю мне нужно отвезти на тренировку. Все, и потом приду домой, буду дальше отдыхать. Все свои готовки я решила ставить на завтра. Ну, уже сварила картошечку на окрошку. Вот как раз завтра в обед я доем. Рагу осталось там чуть-чуть. И уже на окрошку у меня будет все готово. Я не знаю, может быть, я не буду сразу готовить прям кастрюлю окрошки. Просто возьму там чуть-чуть, порежу себе. Ну, в общем, посмотрим. Завтра будет видно. Какие еще завтра планы? Я пока не знаю. Я жду ответ там на одно мое письмо. Вот этого будет зависеть. Там займусь я этим делом или другим делом. Вот. Пока ничего такого особенного. Машина отъезжает, подождем. Уже есть кое-какие планы на следующую неделю. Вот. Да, и еще на этой неделе у меня тоже, надеюсь, на этой неделе, тоже нужно доделать свои дела по ЖКХ, по этим своим претенциям. Вот. Ну, там тоже ждем. Ждем, пока выписку сделают. Одну выписку, другую выписку. В общем, там чеки нужно, чтобы выкатили Сбербанки. Почему они не сделали этого сразу, я, честно говоря, не знаю. Но надо будет вот это дело допить. Я не собираюсь оставлять это дело так на произвол судьбы. Один раз сделаешь и как бы на друга. Вот. Ну, все, не все зависит от меня одно. От других людей тоже что-то зависит. Но в любом случае, я сегодня, знаете, как отдыхала, не отдыхала. Я так чувствую, что завтра еще мне нужно будет отдыхать хотя бы днем, если получится, если ничего мне срочно не будет нужно делать. Потому что вечером завтра я еду за Настей и забираю ее к себе. И вечер мы будем с Настюшкой вместе. Вот. Я смотрю так, с веточкой хорошим. Опять я делаю этот сарафанчик, девочки, которым вышла утром сегодня. И я дома, правда, отпорола резинку, которая на поясе резинка. Она мне не нужна. Она мне только мешает, ну и давит немножко, конечно же. Я ее взяла и отпорола. Без нее прекрасно, все очень хорошо, замечательно. Вот сейчас я иду, мне гораздо легче без резинки. Так. Ну, идем. Выбираю тенечек. Рядом аллея солнечная. Там солнце печет. Выбираю места, чтобы идти по тенечку. Опять жара началась. Ну, на моем градуснике 35 градусов. Там, правда, солнышко на него посвечивает. Но, на самом деле, сейчас градуса 32 точно есть. Но хорошо, что есть легкий ветерок. Потому что, когда полный штиль, это, конечно, ужасно. Легкий ветерок. Поэтому на улице я иду. И, в общем, не так тяжко. А вот, когда нет ветра, когда полный штиль, тогда, конечно, жесть. Тогда, конечно, просто жесть. Воздух стоит теплый на месте. И никакого дуновения. Ух, только что поела. Да поела бутерброды. Не стала сейчас ничего такого заморачиваться. Но я так картошку отварила. Думаю, может, рыбку тупо есть. Кумрию. Но я так чувствую, что я сегодня уже не захочу есть. Потому что можно считать, что я уже поужинала. Уже 5 часов, 6-й час. Что-нибудь легкое поем. У меня творожок есть. О, кстати, творожок можно покушать. Фрукты какие-нибудь. Что-то такое легкое. Ненавязчивое. Ой, так хочется прям идти. Медленно, не торопясь. Потенечку. Так хорошо прогулочным шагом. У нас девочки, да, вы знаете, черешня, вот она как была, 300 рублей в нашем ларьке. А дешевле она не становится. Честно говоря, есть там, конечно, по 200, по 250. Но она там мелкая, кислая. Не очень хорошего качества, короче. Я поэтому беру, которая получше. А получше всегда. Вот она такая крупная прям, темная. Сладкая. И все время 300 рублей стоит. Ну, никак она дешевле стоит не хочет. Ну, что делать. Я не знаю, может быть, в других городах. Хотя я уже так слышала, что в Москве все это дешевле стоит. А потому что, вы знаете, у нас тут урожай собирают вот в области Краснодарский край, я знаю. И прям фурами все это везется в Москву в большом количестве. Поэтому там и цены ниже. А у нас, видимо, этого меньше везется. Поэтому цены больше. Я так думаю. Так, ну ладно, девочки. Потом еще свяжусь с вами. Я так думаю, что сегодня я Настю отвезу и приду. Больше я ничего не буду сегодня делать. Но если я не буду ничего делать, то, естественно, ничего не буду снимать. А если что-нибудь буду делать, то я, конечно, вас подключу, чтобы вы были со мной. Ой, что-то хорошо. Мне сегодня настроение какое-то хорошее. Наверное, потому что погода не гнетет сильно в своей жару, не давит. И сразу становится как-то хорошо. Вот. Всем привет! Я опять ухожу в сад. Ну, сегодня мы, кстати, купались два раза. Ну, как вы уже знаете, что мы иногда купаемся один раз в день. А сейчас мы два раза купались в день. Даже когда у меня шапки не было, мне сказали, что на пятницу была новая шапка. Но у меня не было новой шапки. Мне дали Данину шапку. А мне дали... Ну, мне дал... Ну, дали. Пойдем вот так. Мне дали шапку. Там выйдем. Один человек мне дал шапку. Марина Александровна мне дала. Ты купалась в шапке? Да. В резиновой? Да. Ты что, с головой купалась, что ли? Нет. Да. Мы ныряем и плаваем. А тебе, наверное, нужна шапка для того, чтобы волосы твои собрать под шапочку, да? Чтобы они не мочились, потому что они долго сохнут. Да? Да. Вот кривляшка. Куда мы сейчас идем? На тренировку. Отлично. Мы идем на тренировку. И тренировка, как всегда, полтора часа. Час сорок. Час сорок. А это сколько? Ну, это полтора часа плюс еще десять минут. Чуть больше. Да. Любишь на тренировки ходить? Да, очень. Это очень. Это тебе нравится заниматься, да? Спортом. Да. Очень. А когда не занимаешься, прям что-то не хватает, да? Да. Так и хочется покувыркаться, растяжки там дома поделать. Да. Да? Да. Так что тебе это нужно. Только мне там не разрешают как-то потать. Потому что мы на третьем этаже. Ай, а вот так как не топотать. Я прыгаю и топочу. Прям топочу. Ну ты не топочи. Прыгай, не топочи. Мне баба иногда говорит, когда очень громко прыгаю. На пятки не становись, когда ты прыгаешь просто. У тебя пятки. Ну да. Пятки там отстукиваются. Прыгаю на носочках. Я прыгала на носочках. Ну так что, сейчас я вам договорю. Просто меня как-то так не видно от него, кажется. Ну вот. Знаете что? Сегодня я вам рассказываю такую историю. Сегодня в садике мы были. И там одна девочка. Моя ее зовут Влада. Она толкнула Нику. Я ночью не заплакала за Ника. Потом мы рассказали. Зачем-то Сема пошел и рассказал. И я тоже рассказала. Давай постоим. Ты быстренько дорассказывай. Потому что нужно через дорогу скоро он переходит. Ну. Потом, когда толкнули Нику, мы рассказали. И почему-то Влада не подходила к воспитателю, когда ее воспитатель позвал. Ну, на это все закончил. Ну, все. Теперь мы идем через дорогу. Едем на тренировку. А завтра ты уже увидишься с моими подписчиками, да? Да. Ну, сегодня же ты ко мне не идешь. Мы с тобой завтра увидимся. Завтра ты ко мне пойдешь. А завтра что? Завтра, пятница. Все. Скажи всем пока. Всем пока. Все, девочки. Продолжу я блог дальше. Потом, попозже. Все. Мы уже подходим к дороге. Вот на этом месте как раз я Настю прерываю. Кто-то написал. Вы не дали ребенку договорить. Остановились специально. Дали договорить, чтобы она договорила. И все. Мы подходим к дороге. Нам нужно идти уже через дорогу. Дорога жгут. Дорога жгут. Мы пришли раньше всех. Настюля уже переоделась. Я ей волосы собрала, заколола. Покажи, какая у тебя прическа. Прическа вот такая вот. О. Да. Еще заколочка. Еще заколочка. Красота. Все. Молодца. Покажи, в каких тапочках вы занимаетесь. А как они называются эти? Полупальчики. Полупальчики называются. Полупальчики. Полупальчики. Полупальчики, да. Я знаю гимнастки в таких полупальчиках. Они же крутятся на пальчиках, да? Вы тоже на пальчиках. Смотрите, я вам покажу один крутик. Ну, смотрите, какие у нас полупальчики. Пальчики. Как ты на них там крутишься? Что вы там делаете на полупальчиках? На полупальчиках. Давай. Вот так. Да. Чтобы пальцы не стереть, вот этих полупальчиков. Вот так. Все. Молодец. Идемте, я вам покажу мой зал. Ну, сначала я будусь. Ну, зал я уже показывала. Там сейчас никого нету. Давай здесь посидим, подружек твоих подождем. Ты ж с ними поболтать любишь? Давай немножко посмотри. Ну, подожди, не спеши меня, подожди. Настя решила вам экскурсию девочки провести. Так. Там только тренер сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик, пожалуйста. Ага, сейчас. Будешь тут сидеть? Давай, пошла я пока. Пока-пока. Пока-пока. Все, пока-пока. Все, мои дорогие, пришла я домой. Зашла в ларек, думаю, что на ужин взять. В общем, ничего такого не хочется, а вот фруктов хочется. И взяла я клубнику. Это голубика, дыня. Почем не спросила я дыню. Голубика, вот этот стакан 220, 100. Нет, вообще не 220, это больше. В общем, короче, за это все я заплатила 450 рублей. Не спросила, почем дыня. Ну, дыню я оставлю на завтра. Завтра мы с Настей вечером ее порежем, покушаем. Вот, что-то и это тоже. Что-нибудь оставлю по чуть-чуть Насте. Ну, и сама что-то поем. В общем, короче говоря, решила теперь я побаловать себя. А то я всех угощаю, а сама себя угостить все никак не могу. Сегодня у меня такое баловство на ужин будет. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась сегодня полдевятого. Я выспалась, но на улице уже с утра жара. Сегодня днем будет 32 градуса. Сейчас на улице уже 30. Поэтому я закрыла окна, включила сплит. Если вы слышите шум сплита, ну, не обращайте внимания, что делать. Ну, не париться же. В общем, включила телевизор. Я когда утром не знаю, что включать, я включаю. Морские дьяволы идут. И, в общем, потихоньку смотрю. Я там их уже давно как-то пересмотрела. Я заново пересматриваю. В общем, что я собралась с утра сделать сегодня. Окружку буду резать сейчас. Буду посматривать сериальчик и резать окружку. Кстати, сериал «Ничто не случается» дважды. Мы с соседкой уже его просмотрели весь за три дня. Классный, правда, сериал. Я уже не знаю, говорила или нет, но на всякий случай я вам уже скажу. Пока что еще никакого такого захватывающего нового сериала я еще не нашла. Поэтому пока что я не буду выбирать. Сейчас тем более мне нужно будет, это руки уже, как говорится, войдут у меня, будут грязные, чтобы туда-сюда не тыкать телевизор. Пусть он работает и все. В общем, у меня, девочки, осталась редисочка еще с прошлого раза. Еще с прошлого раза, когда я делала окрошку. Она у меня вот уже бултыхается в холодильнике, знаете. Но она такая твердая, хорошая. Поэтому я решила уже сразу опять сделать окрошку. Тем более в такую жару окрошку есть самое то. Два огурчика свежих у меня есть. Я сварила вчера уже яйца, картошку. Колбаса у меня обезжиренная в холодильнике лежит пока. Ну и сейчас пока я буду смотреть телевизор. В общем-то, начну я потихоньку вот это все чистить, резать и делать, в общем-то, окрошку. Так, это я буду сюда складывать, а сюда буду уже очищенное складывать. Вот, сейчас мы ждем с соседкой доставку. Привезли? Вот, привезли ей печку, плиту, такую же, как у меня. Мы пойдем сейчас эту печку возьмем, заберем, потому что подъем не оплачивали. В общем, сами ее поднимем. И все, побежала я, побежала, жду. Да, да, бежим, бежим. Все, девочки, вернулась я к вам. В общем, продолжим, продолжим чистить овощи. Помогла я соседке поднять печку. Вот она заказала такую же плиту, как у меня. Ну, она вот такая вот, вот такая плита, она как, можно сказать, ну, не настольная, она как на тумбочке, там, ножки. В общем, короче говоря, компактная она, небольшая печка, в общем, помогла ей поднять. Потому что она просила доставку, чтобы ей сделали на вторую половину дня. У нее сын с утра поехал там по делам. И вот он только уехал, ей позвонил, говорит, через час привезем. Я говорю, ну, ладно, не переживай, я тебе помогу поднять. И все, мы ее, короче, подняли вдвоем. Вот, и установили, установили, а там панелька, там, где крепятся вот эти вот переключатели, она с одной стороны как бы отошла вот на сантиметр. То есть она там, ну, ненормально как бы закреплена. Там на самом деле, включили, она работает, все тены работают. Но на самом деле надо это все как бы там поправить, раскрутить и поправить. Но так как это гарантийная еще вещь, да, то есть это, сами еще этого делать не можем. Ну, связались с менеджером. Менеджер сказал перезвонить, он там сейчас уточнит, что к чему. И перезвонит, узнает. И вот соседка мне говорит, да что ж такое у меня все это, все, все как-то через G получается. Все как-то вот не это. Что не делаешь, все не так. Я говорю, потому что, вот, видишь, пространство, оно слышит. Я вспомнила тут пословицу, поговорку русскую нашу, да. От слез до плача бежит удача. А кому, а кто и в горе смеется, тому все удается. Ну, вот какая-то такая поговорочка есть, я не знаю, дословно я ее пересказала, либо нет. Но смысл такой. Я говорю, надо все время говорить, что все хорошо, все живы-здоровы, птички поют, цветочки цветут, солнышко светит, все отлично. Не надо все время ныть, ныть. Я говорю, ты вот, у тебя сейчас есть такая черта, да. И вот вы сами замечали такое, когда вот человек все время ноет, у него на самом деле действительно все как-то не так, все как-то не так. Я говорю, ты пространство-то все слышит, пространство все твои мысли, все твои слова слышит. Поэтому, говорю, давай перенастраивай себя, и все у тебя будет хорошо. Я говорю, вспомнила, вот в молодости тоже я любила вот это что-то тоже, жалиться, жалиться, то то не так, то это не так. И на самом деле все вот так вот не так и было как-то, да. А потом меня дочка, кстати, научила, что все, мама, хорошо. Надо говорить, все хорошо, все хорошо. И никогда не жалиться. И все на самом деле будет хорошо. И так оно и есть. Все хорошо, жизнь прекрасна, жизнь удалась. Даже если вот какая-то там, ну, достался вам брак. На самом деле, девочки, ну, не бывает производства без брака. Любое производство, завод, если кто на заводе работал, ну, знает, что все равно, ну, какой-то там брак бывает. Там при доставке могли там что-то как-то. Притом, на самом деле, там ничего страшного нету, там только корпус немножко поправить. Раскрутить там несколько этих шурупчиков, поставить на место. Там оно вышло как бы из такого, из гнезда, можно сказать, вот этот там захватик такой. Его поставить на место и все. Так-то печка целая, все работает, все нормально. Но так как она еще как бы вот только на гарантии, только новая поступила, то это делать самим не нужно, а нужно просто связаться с магазином. И они должны либо заменить ее, либо мастера прислать, который все это поправит. Но ничего непоправимого нету, страшного ничего не случилось. Печка в любом случае будет. Надо настраиваться всегда на лучшее. У кого какие-то такие проблемы были, скажите. А печка, если вы спросите, это Лебединский торговый дом. Ну, я у них тоже печку покупала. И, в общем, ну, по интернет-магазинам такая плита по нашему городу есть только вот в Лебединском. Поэтому там и заказали. Вот. Ну, у меня с ними проблем не было. В общем-то, единственное, что я ножки воткнуть не могла. Я с ножками там инструкция очень непонятная. С ножками я промучилась. Ну, я вам говорила, снимала это дело. Вот. Ну, потому что инструкция была непонятно написана. И поэтому методом тыка я промучилась долго. Потом уже, когда поняла, как это надо сделать, уже ножки я установила за 5 минут. Не было понятна мне инструкция. Позвонила, они мне уже там объяснили по телефону. И все, я быстро собрала. А так печка работает нормально, нареканий нету. Все, я печкой довольна. Уже она у меня сколько давно, давненечко так стоит. И соседка тоже. У нас были с ней одинаковые печки, только с теном таким, который вот такой широкий тен. А сейчас вот я взяла блин. Ну, блин удобно, во-первых, в прямойке. Во-первых, туда не заливается под тен ни молоко, ничего, если вдруг там побежит что-то. И убирать печку, мыть очень удобно. Вот это вот мне нравится. Ну, а работает она так же, как и предыдущая печка. Ну, эти блины, они, конечно, греются чуть подольше, остывают дольше. Но так как я уже сто лет привыкла такой печкой пользоваться, я уже знаю, как использовать остаточное тепло. Потому что там, если что-то дойдет, допустим, выключила, оно дойдет уже потихонечку. Ну, в общем, я уже привыкла. Сколько здесь живу, столько, в общем-то, мы тут жильцы. В основном, такой печкой, мечтой мы и пользуемся. Большую печку тут ставить, смысла нету. Двухкомфорочная плита, она будет просто повыше, а смысл будет тот же. Ну, и стоимость будет дороже. Смысла нету, другую ставить. Вот, все, девочки. Сейчас вот это вот я дочищу. Картошечку еще и потом начну резать. Все, уже сплит. Я сейчас пока выключила, потому что он что-то гудит. Я не знаю, у меня сплит стоит мощнее, чем он должен быть. На мою комнату семерка бы подошла. А я тогда решила, чтобы помощнее взяла девятку. И девятка, она, конечно, быстро охлаждает, но она и работает громче. У кого семерка, у них работают сплиты потише, чем у меня. В общем, короче говоря, вот так вот. Поэтому мне приходится сплит то включать, то выключать, то включать, то выключать. Даже я вот ставлю иногда, даже 26 градусов, все равно потом чувствую, что как бы холодно Васей ко мне становится. Вот, все, девочки. Я сегодня дома до вечера. Вечером уже пойду за Настей. Настю приведу к себе. Мы вечером будем здесь с Настей находиться. А я сейчас сделаю крошку и буду искать еще какой-нибудь сериальчик. В общем, пока что еще ничего такого не нашла, чтобы вам я бы порекомендовала посмотреть. Ну, начинала уже несколько сериалов смотреть. Ну, скажем так, по сравнению с предыдущим уступают. Не настолько захватывают, как хотелось бы. Вы, кстати, заметили, я в новом сарафанчике сижу. Я говорила или нет, я не знаю. Меня соседка сбила, я уже забыла. Сказала я вам или не сказала про новый сарафанчик. Это уже другой. На улицу выходила в одном, а это уже другой. Но этот вообще простецкий такой. Я уже соседке говорю, давай тебе такой пошьем. Ничего вообще сложного нет. Два вот таких квадрата полотна взяли, сшили с боков. Здесь вот сделали для вставки. И взяли одну такую веревочку, там какую-то тесьму. Вот так продели впереди и сзади. Все, здесь вот завязали, отрегулировали. В общем, сложного ничего нет. Очень простой такой пошив. Легкую ткань выбрать. И вот в такой вот можно в сарафанчике по дому и шнырять. Мне нравится. Приятная расцветочка такая, нежная, классная. Ну, все, девочки. Сейчас я просто громкость убрала. Включу опять телевизор. И буду потихонечку здесь кромсать. Кромсать, так сказать, да. Вот это вот окошечку. Мне, кстати, там в комментариях кто-то написал. А почему вот вы там без акцента говорите, а кто-то гэкает. А у нас, девчата, у нас в Ростове очень много людей с разных национальностей. С разных каких-то приехали. Ну, у нас Украина рядом. Много людей у нас еще с советских времен живут родом с Украины. У нас нахичеване, у нас армяне тоже. У нас очень много национальностей, поэтому у нас люди и с акцентом говорят. Много приезжих даже вот с юга, с Кавказа люди живут. У нас никто никого не поправляет. У нас не принято кого-то поправлять. Кто-то гэкает, кто-то ударение не туда ставит, кто-то с акцентом сильным разговаривает. Все уже к этому привыкшие, все к этому нормально относятся. У нас ни у кого ухо не режет, как говорится. Все нормально, все хорошо. Все, девочки, вернусь к вам попозже. Ну, все, девочки, дорезала я себе крошечку. Вспомнила, что туда зелень еще нужна. И зеленого лука у меня, оказывается, нет. Но сейчас соседка пойдет в магазин и заодно мне лука принесет. Ну, я зелень порезала, соседку уже угостила. Все, добавила сметану. Солить я не стала все это. Добавляю там. Посолю я все в тарелке. Потому что, когда в общей кастрюле все посолишь, оно потом дает сок. А сейчас вот оно вот суховатое. Все как надо. Вот так оно лучше будет сохраняться. Все. Это я поставлю в холодильник. А сейчас сяду есть окрошку. Окрошка вкусная. Я это знаю. Она никогда по-другому у меня не получается. Только вкусная. Девочки мои, вышла я, иду в садик. В общем, что я вам хочу сказать. Ну, по печке сначала. С печкой разобрались. Все нормально. Там просто получилось так, что привезли печку. Сначала обсмотрели ее внизу. Ну, и так визуально вроде все целое, все нормально. А уже когда поставили ее на тумбочку, увидели, что там панель. А с одной стороны чуть-чуть отходит. И, в общем, мы позвонили, попросили, что может быть возможность там заменить ее. Сказали, она последняя. Больше нет. Следующая поставка будет неизвестна. Заказать заранее нельзя. То есть, как бы, просто оформить замену нельзя. Только возврат. Возврат это надо будет. Ну, заберут ее. Грузчики приедут. А вот деньги возвращать, это нужно будет куда-то там ехать. Куда-то забирать деньги. В общем, целая сложность. Так, дело в том, что посетка вообще без печки готовить не на чем. Ну, сын ее заглянул. А я сказала, там сложного ничего нет. Он заглянул. В общем, сделал панель на место поставил. В остальном все нормально. Печка работает. Ну, это Лебединский торговый дом. Просто, чтобы знали, что там такого нету. Замена. Или мастера прислать, чтобы он как бы там посмотрел. Там делать нечего было просто. Ну, больше переписки было. Ну, хорошо, что все решилось. Все работает. Все прекрасно. Я сейчас сериал новый начала смотреть. Но он, не знаю, пока я там посмотрела пять серий. В общем, немножко нудноватый, хотя есть интрига. Сериал, по-моему, испанский, называется «Охота в Монте-Пердидо». Охота в Монте-Пердидо. Такое вот название. В общем, не знаю. Ну, так вот немножко он нудноватый. Можно было бы его как-то сделать. Поэнергичнее, что ли, сериал. Ну, в любом случае, в общем, нормально. Как детектив пойдет. Есть интрига, да. Интрига там есть такая нормальная. Любопытно посмотреть, что же там дальше. Опять там подозреваю я. То одного, то другого. Тоже из них похитил девочек. Вот. А сейчас я Настю заберу. И я как раз перед этим зашла, посмотрела там, поискала какой-нибудь фильм. Хочется фильм смотреть с Настей такой, чтобы по возрасту ей подходил. Чтобы интересно было ей. В общем, выбрала я «Гости из будущего». Будем смотреть «Гости из будущего». Ну, я зашла там на Иви. Там по подписке, по-моему, эти фильмы. В общем, короче, на первом месте это стоит «Приключения электроника». Второе стоит «Гости из будущего». И как раз я когда думала, какой же выбрать фильм нам для просмотра. Вот эти два фильма в первую очередь мне пришли в голову. О них я вспомнила, ну, как более-менее такие вот, вроде интересные фильмы, приключения там все-таки. И взрослым интересно тоже самое посмотреть. И я думаю, Анастю тоже понравится. Ну, там, правда, пять серий. «Гости из будущего» я посмотрела пять серий. Ну, мы что успеем, посмотрим сегодня. А что не успеем, посмотрим в следующий раз. По крайней мере, нам с Настей нравятся совместные просмотры каких-то интересных фильмов. Что-то такого интересного. Так что на вечер мы сегодня занятия уже придумали. Сегодня же еще мы с Настей дыньку должны поесть. Я дыню не открывала, хотел сказать. Еще не разрезала. Решила подождать, когда Настя придет ко мне, и мы с ней вместе, в общем-то, эту дыньку и покушаем. Так, смотрю на небо. Вот там впереди небо темное. Неужели пойдет дождь? Душновато на улице. У меня сплит сегодня работает целый день с утра. Вот. Ну, если дождик пойдет, будет и неплохо, я так думаю. Хотя, мне кажется, на температуру это никак не отразится. Вот. Чуть-чуть пораньше решила сегодня выйти за Настей. Чтобы мы могли, может быть, не две, а три серии, может быть, посмотреть. Ну, посмотрим, как получится. В общем. Легкий ветерок на улице. Не стала одевать я шляпку. Но взяла очки. Взяла очки. Иду, они мне что-то и не пригодились. Потому что, в общем-то, на солнце я как-то и не попала. Ну, и хорошо. Все, девочки, мы пришли домой. Включили гостя из будущего. И смотрим. Настюля все. Тоже смотрит. Вспоминаете этот фильм, да? 1984 года фильм. Я с удовольствием сама его посмотрю еще раз. Что ты хотела сказать? Мне кажется, немножко будет страшно, когда пришли. Но этот фильм для детей, поэтому там сделали так, чтобы было не страшно. Это потому что советский фильм. А в советские времена детей не пугали, как сейчас американский фильм снимают. Все, смотрим. Вкусная, Настя? Сладкая? Спелая? Дынька понравилась Насте. Все, с удовольствием. Я тоже сейчас покушаю. Ну, вот и все, мои хорошие. День подошел к концу. Настюля уже ушла домой. Печка у соседки работает. День прошел не зря. Мы с Настей успели посмотреть две с половиной серии. И еще две с половиной нам осталось посмотреть. Но посмотрим в следующий раз. В общем, хороший фильм для просмотра для взрослых и детей. Ну, а я хочу с вами на этом попрощаться, видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте на мой канал. Пишите комментарии. С удовольствием читаю и отвечаю на ваши вопросы. Ну, и все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok